Куда мы собрались? В доктору. Потому что у Прохора есть большие проблемы со здоровьем. Да, Семен за компанией, куда его деть? Все равно он наш с нами. Правильно? Ты же привела голову в порядок. Тихо, я говорю, велик нет. То ты поедешь на велику, в поликлинику, а мы где будем? Через полчаса придем. Смотрите, помыла волосы, да, и вроде бы приличная стрижка. Я не понимаю, что не так. Потому что со стрижкой у меня какое-то позорище. Ну вот сейчас помыла, и нормально вроде бы. И даже одинаково. Пришли в поликлинику с детьми. Сидим в фильтр-боксе. В поликлинике у нас очень тепло, даже жарко всегда. Мама, когда не это лучше. Да. Даже маски лежат какие-то, знаешь, пластиковые. Ой, сейчас было спрашивать про Прохор. Семочка, не трогай. Не Прохор, не Сема, не трогайте. Это врача. Не знаю, что это такое за коврик. Семен, иди сюда. Семен, иди раздену тебя. Доктор принимает здоровых детей. Семен, да? Доктор принимает здоровых детей. А мы пришли больные. Вот и ждем. Мы едем к врачу. Все спят. Семен спит. Едем к врачу. Куда ты собрался? На улицу. А что это мы на улицу? Так рано. Все спят еще у нас. А ты уже на улицу собрался? Доброе утро. Не все, можно сказать, все с половины. Будем говорить доброе утро. Говорит, доброе утро. Всем друзьям доброе утро. Мама, я баба. Что там батарея на? Какой-то профессор у меня. Мама еще кофе не пила. Семен уже кашку покушал. У него все утра стабильно кашка. Если только папа. Ну, разворачивает игрушки. Если только папа что-то готовит, то он может приготовить ему яичницу, омлет, колеблены испечь даже. Да, Семен? Мама сегодня безо всем облина, потому что папа позаботился о маминой фигуре. в мамином настроении. Так что будем кушать пирожное с кофе. Да, мама рада. Что это за такое сооружение? Давай колесики, а то портится нам полно. Давай, пищи. Семочка, одевай свои колесики в машинку. Семен, мам, что попросила? Сема, собачку поставил. Семешек, давай колесики делай. Ему нравится, что колесики пищат машинкой. Ужас. Что мешает тебе? Китти. Семочка. Китти. Что, Китти? Книжка мешает? Нельзя бросать на книжки. Китти. 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 Хорошее какое солнечное утро. Собачки мои гуляют. Ветки от деревьев валяются. Вот тут вот сидит котик. Вот здесь вот котик сидит. Вон он. Вон идет. К моим собакам хочет. На улице я свежо. Очень свежо. Минус 6. Ой, какой сегодня что? 8, 7, 6. 6 марта. Да, Соня? Тут я смотрю на Соню. И такое ощущение, что Соня не беременна. Либо реально это нам... Я уже не помню, когда этот животик должен вырасти. Видите? Потому что, по идее, у нее 8, 10, 12 роды должны быть. Апреля. Апреля. О, кота загнали уже на дерево. Вот овчарки мои. Они злющие. Ож, дыбом шерсть. И у второй тоже злющие. Барбара, ты злая, да? И дочку злой сделала. Научила злиться. Где моя... Вот. Вот овчарка. Ну, кот как-то не боится. Это тот котик, который я хотела, чтобы был у моих родителей. Но так он и ходит. Говорят, что он какой-то бабушке. Очень хороший котик. Я его всем пристраиваю. Своими овчарками. Ну, мы как бы и собакам. Своими овчарками он никак. А мама действительно овчарка. И овчарки терпеть не могут котов. Он просто разорвет его. Они очень так прониклись этим котиком. Но боятся. Потому что хотят, чтобы кот выходил на улицу. Но, увы. Взять, чтобы он погиб. Потом они будут страдать. Они чего-то боятся. Вот такие дела. Еще с соседнего подъезда. Вот с этого девочка. Сестре все хотела. Я ей предлагала. Потом мне сказали, что он какой-то бабушке. Вот с того дома. Вот с этого. Я говорю, видимо, там ему так хорошо, что он от него ушел и не возвращается. Видите, он живет вот на улице с самых морозов. Мне его жалко. Ну, а я его никуда. Если бы мы в доме жили, я бы всегда и этих приструнила бы, овчарок, жить с котиком. Но в квартире, конечно, это уже много нам. В такой маленькой квартире, как у нас. Ладно, вы гулялись. Пошли домой, девочки. Кто идет домой? Все идут домой. Пошли домой. Пошли. Они послушные. Все идут домой. Домой. И Соня домой. Барбара, да. Кто? Барбара, да, мамки тусуются. Соня так себе. Я его даже не взяла, а не правду. Угу. Оборудование. Оборудование. Семена вчера 37. Сегодня 37. Ах, говорит голос. Пришли послушать Прохора. Прохоров, вот как парки. Нет, это надо менять. Да. Ну, это не до пары, до времени. Семена тоже с утра не будет. Семен. Сема. Какое хорошее солнышко. Ага. У меня ближе к вечеру. Там закрыт кабинет. Вчера приехал за тобой. И маме, папе сказал, что все бы заболело. Угу. 37. Много. А потом 37. А потом 37. А что? Угу. А что? А что? А что? А что? А что? Молодец! Ну что, расскажу вам, что у нас происходит. Такое необычное место. Главное, чтобы здесь освещение не давало мерцаний никаких. Нахожусь я в туалете. У нас туалет с ванной соединён. Кто меня давно смотрит, тот уже это заметил. Очень даже удобно. Я поставила штатив на крышку унитаза. И вот я сижу, за мной душевая кабина. Короче, дело в чём. Мама же ложится спать, как всегда, последняя. Уложила всех детей. Квартира у нас маленькая, мне больше места нет. Я уже одной ногой готова монтировать видео. Но я понимаю, что там не достаёт кое-какой информации. И вот я решила вам, ну, немножко так расскажу и вставлю, да. Потому что я так снимала с детьми и не всё, то, что нужно, получается, записала, да. Так вот, что касается Прохора, почему мы ездили к хирургу? Значит, к хирургу мы ездили для того, чтобы исключить аппендицит. Нас направил педиатр. Исключили на аппендицит. Вот. И сегодня я ходила обратно с детьми. То есть, ну, я, в принципе, знала, что аппендицит это не будет. Ну, там что-то как-то живот он напрягал там, да. Ну, он просто, скажем так, боялся врача. Врача ещё так, знаете, не расслабил живот. Вот. Значит, в пятницу, это вчера, у Семёна поднялась температура от 37,8. Вот. И сегодня я повезла мальчишек, двоих, к дежурному врачу. Дежурила заведующая, которая смотрела моего Прохора в понедельник. Вот. Послушала Прохора, сказала, как бы, по лёгким ничу. Вот. Ну, Прохора сегодня вот уже не температура 37. У него уже как бы нормальная температура. Вот. А у Семёна, вот видите, то ли я задала вопрос. Говорю, а что это такое? Говорю, инфекция такая ходит. Или что? Или это ковид? Знаете, незначного ответа я не услышала. Она сказала, не знаю, говорит, или это ковид, или это интервирус. Вот. И самое интересное, что я наблюдала вот своих мальчишек у двух педиатров. И у двоих, у них нет стопроцентной, что это не ковид. Представляете? А тест ПЦР нам не делают. С этим явно у нас, как всегда, сложность в стране. Вот. Ну, то есть, вот мы как бы лечимся. Вот у Семёна осип голос. И у Семёна, у него сами по себе как-то увеличены миндалины сейчас. Вот. То есть, миндалины видят осипший голос и стал так покашливать, такой лающий кашель, как при ларингете. Блин, мне кажется, будет эхо. Вот я как-то сижу так. Может быть, даже на достое. Не знаю. Короче, в итоге, теперь у меня два мальчишки, два моих болеют. В этой связи отменила приезд Насти с домой. Это же три дня выходных, и наша Настя должна была приехать вчера вечером к нам домой. Я расстроилась, конечно, потому что я её ждала. Вот. Настя даже отменила билеты, но тут похватилась тут же бабушка с дедушкой и попросили опять зарезервировать билеты. И они её с удовольствием ждали, с радостью, да, к себе в гости. Я знаю, что мои родители очень сильно любят своих внуков, любят в том числе мою Настю. Я никогда не жалею своих детей моим родителям. Так сложилось, что у моих детей есть дедушка в бане на папа в России, но Семён его так и не видел. Прохор его увидел один разок. Дедушка к нам приезжал. Настя увидела раза три. Он далеко живёт. Вот. И мы его поздно нашли, когда уже Насте было шесть лет. Вот эту историю я хочу, конечно же, планирую рассказать вам, может быть, в ближайшее видео. Вот. И поэтому мои дети испытывают дефицит в бабушках и дедушках, я хочу сказать. Вы сами видите, что мои дети всё время 24 на 7 со мной. И я никогда не жалею своих детей, бабушки и дедушки, даже если у них проявляется эта тяга. Потребность в них, там, не с рождения, а чуть старше. То есть ради Бога. Вот. Поэтому ревности нет. Да, есть сожаление, что я её не вижу. Но завтра мы планируем съездить к моим родителям на улице повидаться. А с какой целью? То есть мы не знаем, что это за инфекция у нас вообще входит, да. Мои родители, кстати, не знают, что его Симон простой. Я просто пустила этот момент, не стала говорить это маме, потому что знаю, что они будут очень переживать. Вот. Пусть они радуются. Настя сейчас не думает об этом. Ну, конечно же, узнают, да. И даже с этого видео мама узнает. Вот. Ну, как-то так, чтобы не заразить Настю, не заразить моих родителей, встречи, конечно же, не будет. Почему мы едем? Да, мы повезём Насте кое-какие вещи. Кое-что я сегодня прикупила, съездила. Так что завтра мы увидим свою Настю. Вот. Ну, а пока Настя развлекается у бабушки. Потом поехала к моей сестре в Минске. Вот. А мы с племянницами сегодня в Минске встречалась с подружкой. То есть мне писала фотографии, я постоянно с ней на телефоне. То есть нет такого, что я с ней не общаюсь, я постоянно с ночкой общаюсь, да. Просто многие, даже мои подписчики, глядя, они все думают, что у меня только двое детей. Они забывают просто Настю очень редко дома, в связи с тем, что она учится в Гродно. Гродно от нас, сколько, 250 километров, по-моему. Вот. И приезжают там у Настя редко. Потому что, во-первых, ну, во-первых, у нее очень сложная учеба. Изменила я место своего нахождения. Теперь я уже сижу на крышке унитаза, потому что как-то не очень удобно. И знаете, сижу вот как-то внизу, кажется, что эхо. Вот когда выше разговаривают, такого нет ощущения. Так вот, первое, это, что мы живем в стесненных условиях. Ну, сами видите, что у нас есть спальня, есть зал, совмещенный с кухней. Вот. Дети разнополые и трое, и разновозрастные. Это очень сложно, когда одному ребенку нужна тишина, двум остальным нужна активность. Либо даже одному нужна тишина, второму активность, третьему нужен сон. Вот. Либо, например, если Настя приезжает на один день, может у нас там отдохнуть, там познаме быть. А потом в воскресенье ей нужно что-то учить. То есть мы ей не можем предоставить спокойную обстановку, спокойную комнату, где она может просто сесть и получить, либо там написать какую-то работу. Вот. И, соответственно, в воскресенье утром тогда ей приходится уезжать. Ехать. Приезжает пятницу, как правило, она вот впервые только в эту пятницу, она приехала около семи вечера. Так она приезжала, у нее стояло расписание так поздно, что она приезжала... В начале одиннадцатого я и Ливаня забирали ее с Минска или с трассом, мы там договорились, да, ночью. Пока приезжаешь домой, то есть уже как бы поздно, ты спать ложишься и все. Вот. То есть суббота и воскресенье где-то на десять часов, десять тридцать она уезжала, чтобы доехать к обеду и после обеда что-то себе приготовить, либо подготовиться к понедельнику по занятиям. Вот. То есть мы... Да, конечно, если бы у нас была своя комната для Насти, она бы вечером уезжала, но у нас нет возможности. И, соответственно, из-за этого мы видим ее реже. Вот. Ну, здесь три дня выходных, мы очень так радовались, ждали, я ждала, потому что Настя уехала, когда она уехала в конце января, она уехала, да, вот. Или начало февраля, да, Настя, конец января, наверное, в последних, да, мне. Вот. И вот сегодня час Настя впервые приехала домой, но домой не попала. Вот. Ну, что я хочу сказать. У бабушки ей хорошо, у дедушки ей хорошо. Они ее кормят, развлекают, левеют, ничего не могу сказать. Настя им прочла вчера лекцию и по психологии, и по физиологии, и по чем-то, и над каким предметом. Хорошо, что там анатомию не проверила у них там все. Короче, бабушка с дедушкой в шоке. Причем темы она такие поднимает, которые уже мы не можем обсуждать. То есть, в силу того, что мы ничего не знаем. Вот. Нам-то это интересно. И мама говорит, боже, мы на утро встали, нам столько информации хороших дала. А мы, говорит, ничего не помним. Вот. Сегодня Настя наша уехала к моей сестре в Минск. Там же подвидается с племянницей. Бабушка с дедушкой уже горюет, что у них недостаток общения с внучкой, что уже у них нет Насти. То есть, да, для моих родителей это хорошие моменты. Я только радуюсь за родителей. Радуюсь за то, что вы видите какие-то положительные моменты, получаете положительные эмоции. Так что, мама, если ты меня увидишь, я ни в коем случае не проявляю никакой ревности. Ты это прекрасно знаешь. Я знаю, что ты любишь моих детей. И, ну, пусть предоставляют тебе радость. Ну, я только рада буду за это тебя. Ну, со слезинкой на глазах-то я это сказала. Все. Конечно, я же не мама-кукошка, которая вырастила и бросила своих детей. Вот, поэтому я своих детей очень люблю. Настю в том числе и мальчишек. Всех люблю и всех жду. И все мне дороги. Поэтому немножко так реагирую на это. Потому что я, скажем так, настраиваюсь, когда она учится. Я просто понимаю, что она учится. А когда, понимая уже, настраиваюсь, что она едет, все, то я уже жду этого момента. Понимаете, тут пац и облом. Вот. Так что вот такие дела. Ну, ничего. Главное выздороветь, не заболеть. Дальше никому. Все будет нормально. Так что на этой ноте я прощаюсь. Спасибо, что вы меня выслушали. Вот. Рада поделиться с теми, кто интересуется. Надюша мне сегодня писала в Viber. Спрашивала, как мои мальчишки. Вот. Так что спасибо, что, Надюша, тебя это волнует. Мы там с ней стали даже делиться кое-какими препаратами медицинскими. Что как лучше. Так что спасибо, Надюша, и тебе. И рада, что будет полезно тебе и я. Так что вот такие дела. Так что пишите. Будьте здоровы. Берегите себя. Берегите своих деток. Ты самое главное. Все остальное. Как бы не будет сегодня встречи там с кем-то. Не будет праздника. Ничего страшного. Переживем. Сейчас такое время, что иногда нужно поберечь здоровье. Ну и поскакать мне, например, поскакать вокруг деток. Вырастут, будут легче. Так что всех целую и обнимаю. Надеюсь, завтра я попаду к себе в дом. Не знаю я, что буду снимать там или нет. Может быть, я попрошусь на этих выходных на 8 марта. Мужа, отпусти меня от деток. Я съезжу в дом и запишу что-нибудь для вас. Надя меня просила снять внутри обзор полностью дома. Вот. Может быть, я вырвусь, если будет более-менее там у Семена. Потому что мне кажется, что Прохору получше. Но вот пока у меня беспокойство за Семена. Такие вот дела. Так что всех целую и обнимаю. Спасибо, что вы у меня есть. Всем пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok